Фронтовой, тыловой, блокадный. Учащиеся средней школы номер 2 Гродно провели большую исследовательскую работу и восстановили более 20 рецептов хлеба времен Великой Отечественной войны. Ребята изучали литературу, работали в архивах, общались со свидетелями. Обобщив собранную информацию, даже издали сборник. Во многом благодаря хлебу и были достижения, те, которые мы сейчас гордимся и те, которые мы сейчас, скажем так, спустя 80 лет вспоминаем. Сейчас можно сказать, что я чувствую гордость за проделанную работу, что мы подняли этот вопрос. Школьники не просто собрали рецепты, но и научились печь именно тот хлеб. Мука обойная и овсяная, подсолнечный жмых, сухие дрожжи, соль и вода комнатной температуры. Скудные ингредиенты блокадного хлеба. Эти продукты использовали в октябре 1941-го. Сейчас найти их было непросто, но ребятам удалось. Это основной рецепт блокадного хлеба. По мере ухудшения ситуации изменялись и ингредиенты. В тесто добавляли целлюлозную муку и даже перемолотые сухие веточки березы. В самые тяжелые времена, чтобы испечь хлеб, приходилось собирать мучную пыль со стен и потолков складов. Нам нужно отправить хлеб в печь, и для этого нужно предварительно смазать форму подсолнечным маслом. А сколько выпекать и при какой температуре? 250 градусов, 1 час. Пекарней стал школьный кабинет трудового воспитания. Теперь здесь часто пахнет хлебом. Ребята хотят угостить им как можно больше детей и взрослых. В процессе реализации проекта у нас появилась своя небольшая фишка. Каждую партию хлеба мы украшаем подсолнечным жмыхом. Среди двух десятков восстановленных рецептов – семь блокадного хлеба. Фронтового и тылового – тоже несколько. Иногда это трудно было назвать хлебом, потому что, например, в ржевском хлебе основную составляющую составлял картофель. В сталинградском хлебе – ячменная мука. Это тоже такое отличие, которое позволяло, скажем так, сразу определить, откуда этот хлеб, где он испекался. Нашли ребята и рецепт так называемого «остенброда», которым кормили советских военнопленных в концентрационных лагерях. Его состав ужасает. 40% жмыха сахарной свеклы, 30% отрубей, 20% древесных опилок и 10% целлюлозной муки из листьев или соломы. Этот рецепт школьники тоже включили в сборник. Ребята рассказали, что способы приготовления хлеба описаны в специальном справочнике 1944 года издания. Но там идет речь о его изготовлении в полевых условиях. Поэтому школьники сами подготовили наставление, как испечь хлеб дома. За этим стоит опыт, скажем так, и ошибки ребят, которые многократно пробовали испечь этот хлеб. И какие-то появлялись нюансы. Где-то температурный режим, где-то немножко с ингредиентами, по граммам различные, скажем так, возможные вариации. А тем временем блокадный хлеб уже готов. Девушки нарезают его небольшими кусочками и с нетерпением ждут гостей. Школьники не скрывают свое волнение. Пробовать хлеб будет ветеран Великой Отечественной войны Валентина Баранова. Хлеб – это была пища, дороже которой не было ничего. Сейчас у нас с хлебом связано, ой-ой-ой, сколько. А для нас хлеб – это была самая главная еда. Вкус фронтового хлеба Валентина Баранова помнит до сих пор. Попробовать этот, блокадный, ветеран решилась не сразу. Словно машина времени вернула ее в тяжелые военные и голодные послевоенные годы. Сколько миллионов умерло от города. И моя мама, родная моя мамочка, в 47-м году умерла, в 59 лет умерла от истощения, от голода. Вы мне передаете то, что мы пережили. А это я заново переживала. Вот вы говорили, а я заново переживала это все. Я видел на лице грусть, то, что ей очень тяжело вспоминать то время, потому что ей очень больно. Вкус хлеба, который пекли в годы войны, оценивать трудно и даже невозможно. Горький, пресный. Но это тот хлеб, который давал жизнь и спасал миллионы советских людей от голода. Работу над проектом гродненские школьники продолжат. Ребята мечтают, что хлеб Победы появится на прилавках магазинов. Чтобы почувствовать его вкус, мог каждый белорус. Ведь это оберег и символ жизни. Алена Жиборт, Владислав Хаткевич, телекомпания СТВ.